так всем привет у нас сегодня монады так здравствуйте так у меня работает дискорд все в порядке с ним отлично я кажется обещал мне максим сегодня напомню что я обещал рассказать как работать со списками а главное как показывать метод резолюции при работе со списками как они как производят как получается резольвенты как происходит унификация ну чуть меня дернуло я сегодня про монады решил рассказать я сильно долго не буду по этому поводу кружиться с ним довольно оперативно разберем основные моменты просто подчеркнул те которые возможно у вас по другим предметам не были потому что все-таки вы бакалавры обычно вот на специалитет когда идет он вроде всего на один год больше учиться а там немножко больше было различных предметов и успевали теорию категорий пройти вот вы про категории что-нибудь проходили изучали категории теорию группу или я вас уже спрашивал об этом ну да вы говорили что подобного не было кстати я поглядел что у других специалистов на презентациях по поводу монад не сильно отличается от моего этого заголовочного слайда это так это же просто манует в категории эндофункторов ничего интересного нету почему вы вообще зачем вообще придумывают всякие категории функторы и прочие прочие вещи мы же без них как-то пишем программы зачем нам вся эта ерунда вот первое что необходимо нам освоить в этом плане это теорию групп ну довольно кстати довольно простая но тем не менее она прячет за собой все возможные алгебры которые бывают она более общее чем все алгебры вот зачем во все это погружаемся зачем нам необходимо опускаться или подниматься до уровня математики это нужно потому что когда мы программируем когда мы пишем какую-то программу по задаче поставленной мы поставленную задачу должны с вами постараться превратить математическую модель это первая часть работы это формализация предметная область там про птичек собачек станки не знаю сайты мы то что необходимо делать сайтами птичками станками мы должны как-то расписать мы должны формализовать потому что дальше мы должны создавать переменные делать какие-то операции создавать функции класса объекты и прочее но если мы будем делать как чукотская песенка что вижу о том и пою подобную задачу как показывает практика бывает невозможно довести до конца все время возникают ошибки появляются миллионы тестировщиков если проект этот очень важный постоянно у этих тестировщиков изникают ошибки одна ошибка на другую наваливаться эти все ошибки исправляются не потому что программисты плохие потому что плохо была сделана аналитика просто классический примерно потому что с ним больше всего намучился это игра stalker которая была глючная я не знаю сколько поколений там уже выходили там новые эпизоды новые версии разработчики продолжали латать ошибки то есть ситуация когда вроде все там договорился с бандюганами вместе с ними нападаешь не знаю на кого на монолит или еще куда-то и они почему-то с тобой не идут ты там прорываешься говоришь все нормально пошли нет почему-то не идут всех уже валишь сам не знаешь зачем договорился с бандитами они стоят трутся потому что тестировщики эту ветку не обошли а все ветки во всех программах обойти протестировать не теоретически невозможно поэтому может спасать ну во первых верификация мы с вами об этом поговорим на старших курсах но она уже работает по готовым программам а во вторых изначально строить программы по моделям то есть мы с помощью выбираем математическую модель которая описывает нашу систему и по этой модели эту модель реализуем операцию за операцией ну самый простой это например множество проще элемента не бывает если мы понимаем что у нас система представляет из себя множество операции на множествами мы просто создаем класс множество в множестве создаем там как-то это называется как как внутри этих классов называются штуки функции это методы а переменные всякие поля как поля называются свойства о супер спасибо и так создаем свойства само множество массивчик например просто делаем массив там и 100 элементов и создаем функции для работы с множествами там добавить элемент убрать элемент какие-то более если переходить на более высокий уровень то можно сделать операции над множеством пересечения множеств вычитание там объединение и так далее и все мы реализовали все операции а дальше уже сформулировать сформализировав задачу этого stalker на терминах множество объединили пересекли и так далее если мы не сделали ошибки при формализации дальше в программе косяков не будет потому что программа она уже реализовала все необходимые функции то есть мы продумали формализовали предметную область поняли что это например множество а дальше запрогали само множество массив на 100 элементов пулюсь операции над ними все это по кусочкам вы представляете себе что сделать очень быстро и просто сделать массив сделать операции которые имитируют операции над множествами переложение на массив понятно что я примерно имею ввиду и к чему вас пытаюсь склонить туда надеюсь мы редко это используем потому что очень часто возникает желание вот вот много примеров у меня таких было и причем довольно такими пик компетентные люди там начинаешь ставить задачу начинаешь им рассказывать они программу пишут думаю что они тебя плохо слушают не уважают они на самом деле оказывается у тебя со слов записали программу это неправильно то есть со слов мы пытаемся подобрать какие математические объекты работают в нашей системе с какими способ с помощью каких математических объектов мы можем формализовать нашу систему если математические объекты не работают то может быть требуется их какая-то доработка небольшая но обычно очень небольшая потому что в математике там все что можно придумывать вот дискретной математике все эти вещи рассмотрены миллион миллиард разных автоматов всяких сущностей множество кортежи прочее поэтому подбираем математический объект который с помощью которого мы можем формализовать поставленную задачу предметную область и реализуем ее вот особенно это удобно на защитах дипломов и диссертации вы сможете рассказать что сделали больше всего вымораживает когда программист принес программу и спрашиваешь его как он как ты ее написал а вот вот оно и есть вот что я написал вот то и написал а какая ее структура что она состоит из каких-то элементов какие-то элементы полученные из таких-то составляющих предметной области хотя бы если уж мат модель не составил этого не бывает ну часто кстати и в современных книжках по объектно-ориентированному программированию они сделаны для программистов там сразу же по предметной области выстраивается объектная модель вот одна из хороших книжек как зовется книжка там как объектно-ориентированное проектирование делать такая там смешные такие люди вот так вот смотрят не то не читали не видели ее да да паттерн и проектирование сейчас секундочку я засвечу вам ее у меня вроде она есть на полочке если быстро не найдут а вернусь без книжки не пугайтесь так как ни странно нашел сейчас я ее открою так как экран убрать камеру включить вот такая вот книжка крайне крайне рекомендую ее посмотреть полистать здесь рассказано как строить объектно-ориентированное объектно-ориентированное проектировать систему как выбирать объекты как выбирать наследование всякие виртуальные классы и прочее но это уже технология эта технология программирование кроме того что технология это то есть определенный алгоритм определенные подходы программирование кроме этого еще и наука которая позволяет используя вот подобное построение как я вам пояснял добиться того что можем решить вот вот просто вот любую любую задачу научный подход он доказуем мы можем доказать что сделали правильную программу что она соответствует формализованной формализованной области но есть одно но формализации блин я не знаю может быть даже я не помню чья это фраза вот может быть даже эту штуку сказал вот наш преподаватель вот один из основателей теоретическое вот программирование у нас на кафедре соловьев александр генч может вам его книжку давали когда дискретку вы проходили вот так вот итак если мы формализовали задачу написали математические модели дальше запрогать вообще как нефиг делать но вот как получить вот эту вот формальную модель тут четких однозначного совета нету и вот цитирую соловьева переход от неформального к формальному неформален то есть научить вас вот грубо говоря вот у нас там примерчики по тому как сделать предикаты по предметной области нету такого как придумаете так и получится придумаете плохо не сойдется задач на формализация надо включать мозг надо думать над этим а когда формализовали задачу когда аналитик построил там формальную модель дальше программисты в легкую это могут сделать понятно кстати вам разделение программистов аналитиков которые сейчас я вам рассказал коллеги вы со мной я вы есть дискорда не вылетел чё это лишнее гоню интересно ну давайте про по группы по монады поясните а вот как вы думаете процесс программирования должен выглядеть вот я его так вижу формализация области написание идеальный вариант написанием от модели и преобращение модели в объекты в классы в переменные в конкретном языке программирования то есть прямо на дискретной математике такое рассказывали вам а кто у вас вел а кто викентьева рассказывала нет это хорошо хорошо кстати очень хорошо что такие вещи вы как-то владеете чуть-чуть запомнили ну вот такое к сожалению на работе мало рассказывать на работе требуется чтобы работали и скорее делали переход от того чтобы вот выполнять кодирование к тому чтобы придумывать системы он никто вас этому на работе учить не будет это ну кто сам человек сам тим лид там или еще кто-то кто как раз проектирует системы кто их придумывает он будет учить вас пробовать он не будет вас учить проектирует придумывать системы руководство руководство занимается бизнесом поэтому вот такие вещи такие раздумья вам на самообразование поэтому крайне рекомендую обращать внимание на научную составляющую мы ее вам в политехе рассказываю вот на дискретке было много вещей старайтесь перекладывать то что вы проходили на реальные задачи вот так ну давайте перейдем к группам итак с помощью теории групп описываются в принципе любые операции вот первое первое понятие теории групп это полугруппа полугруппа это некое некое множество объектов например самое простое это натуральные числа вот и какая-то операция над ними например плюсик так сейчас я как-нибудь сделаю так может быть у меня получится на этот раз запустить одновременно чтобы у меня было видно и то что я показываю и камеру камеру маленько уменьшить может быть как-то вот так вот может как-то вот так вот может покрупнее просто описать буду покрупнее просто описать буду а и и и и и и опираться над ними ну скажем операция плюс вот такая вот группа группа из чисел натуральных чисел и операции например операции плюс и полугруппой будет называться когда вот это вот пара из множества и операции позволяет позволяет проводить проводить если вот эта вот операция ассоциативно то есть 1 плюс 5 плюс 7 равняется 1 плюс 5 плюс 7 если множество объектов и операция позволяют записать вот так вот и это равенство действительно истина то это штука зовется полугруппой видно понятно что скажете про полугруппу нравится вам она а вот лям лямбда исчисления тоже можно отнести наверное как то через теорию групп выразить теория групп она как бы над всеми алгебрами то есть лямбда исчисления подразумевает определенную алгебру какие-то преобразования там бета редукции еще что то есть какие-то единичные у нас лямбда выражения вот и я не занимался этим но я подозреваю что можно одно выразить через другое дальше бывают вот такие элементы в некоторых групп в некоторых полугруппах бывают такие элементы е ну например у нас полугруппе с плюсиком элемент е нолик вот например ноль плюс ноль равно ноль вот вот такой элемент называется индопатент вот и он кстати в нашей он наверное в нашей этой полугруппе в нашей полученной алгебре он будет у нас еще нолик будет единицей да вот ноль плюс какое-то число семь равняется семь плюс ноль и ноль равняется семь в нашем случае в нашей алгебре нолика это вот как раз индопатент единичный элемент как бы не было смешно а если бы операция была не плюс а умножить например то какой бы элемент был единицей единица да да правильно 1 умножить на 1 равна 1 молодцы видите все поняли теорию групп ну да что не расслышал от прервается маленько иногда он был бы индопатентом но он был бы не едини не единичным элементом он был как раз бы нулем вот давайте возвращаемся к нашей алгебре это пока забыли где у нас плюсик а будет ли у нас в нашей вот полугруппе такой элемент вот какая-то вот штучка вот если мы берем плюс вот этот наш звездочка это на самом деле не умножить вот какой-то вот знак какой-то операция в нашем случае операция сложения там плюс 7 равно вот вот а кстати тут что подразумевается вот я тут смайлик нарисовал для нуля тут что должно получиться в результате е молодцы а в нашей вот с плюсиком есть такое есть вот что-то вот к семерке прибавили этот элемент и получили 0 а вот какой-то элемент вот ну 0 нам не подходит да вы видите и нет это элемент с точки зрения полугрупп с точки зрения теории групп это для 0 должна такая функция выполняться вот для 0 должно такое выполняться у нас 0 это единичка вот это вот это у нас получилось единица а вот это какой-то 0 есть ли какой-то вот в числах ну давайте не натуральные возьмем давайте целые вот каких-то в целых числах есть какой-то элемент вот что добавили к семерке и получили его снова да мне тоже кажется нет а с умножением нет 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 с умножением там нолик будет да вот 0 умножить на 7 равно 7 умножить на 0 и равно 0 так что тут просто операцию умножить она такая по интереснее чем просто сложение вот в сложении если вот это вот операцию это целое число это сложение то в этой в полугруппе нету 0 в полугруппе так называемого так называемого 0 нет вот ну и дальше вот переходя к монадам моноид монаду мы еще не определили мы определили пока моноид моноид это полугруппа в которой определена единица в которой есть некий единичный элемент обязательно должен быть единичный элемент вот а если это будут строки вот если у нас строки если множество строк строки всякие операция между строками какая самая распространенная операция да конкатенация вот если у нас такая пара из операции конкатенация и строк то что будет у нас единичным элементом и будет ли он пустая строка правильно там какая-то строка 1 получается равно строка 1 вот вот да то есть если мы будем говорить про строки и операцию конкатенации то это будет моноид хорошо молодцы мы двигаемся дальше 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 переходим к функторам тоже нам требуется чтобы определить монаду да потому что я напоминаю так сейчас я отрублю камеру оставляю только экран экран побольше и итак возвращаемся к тому что мы должны определиться мы определиться должны что такое монада самая прикольная и непонятная штука в функциональном программирование в частности на хаскеле что такое моноид разобрали то есть множество каких-то элементов например целых чисел и операции над ними например плюс или строки и конкатенация моноид разобрали итак моноид в категории эндофункторов сейчас необходимо понять что такое эндофункторы и считайте с определением монады мы закончим итак что такое категории категории это вот такая штука такая сущность в которой опять же есть элементы и некие операции между ними так называемый морфизм например если говорить про категорию целых чисел то операция между ними с помощью которой одно число в другое перетекает будет сложение опять же тоже вот тут как всегда вот этими вот непонятными штучечками звездочками вот такими вот кружочками определяется какая-то абстрактная операция ну например плюсик вот между тремя элементами вот так вот мы можем их поскладывать итак элементы внутри категории мы можем их делать морфизм между ними то есть если мы к 2 прибавили сколько-нибудь 4 5 еще сколько то мы остались в этой же категории остался остался объект в этой же категории вот то есть ничего в категориях особенного нету опять же некие операции элементы и операции между ними и что нам интересно это функторы функторы они во-первых ну функтор это ну почти функция функторы они берут все множество элементов из одной категории вот например был массив значений и 2 4 6 получают категорию другую новый массив 5 7 6 и функтор здесь был довольно простой плюс 3 вот выполнили функтор выполнили ну с точки зрения программирования как это операция называется над массивами списками или еще чем там да в категории есть еще операция между элементами какая то то есть то есть вот вот она категория это множество элементов вот а b c элемент и есть какие то операции между ними вот которые позволяют из одного элемента другой получить например сложение если у нас в категории все целые числа то с помощью операции сложения мы можем из одного элемента другой получать не 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 надо в последовательности фибоначчи там какое-то хитрое множество там не все числа а я имею в виду что у нас есть множество всех чисел и есть какая то операция которая из одного элемента получает другое вот на множестве целых чисел мы с помощью плюсика можем из одного элемента другой получать да бинарные операции вот тут видно что операции обязательно бинарные между двумя элементами это важно это именно из одного элемента получаем какой то другой бинарные операции да и так у нас есть множество элементов мы из одного множества элементов с помощью функтора получаем другое и так с точки зрения программирования да вот кстати Алексей Андреев как всегда к нам подошел на занятия спрашивает есть ли у меня научная степень вот у меня научной степени нет в свое время стоял выбор либо заниматься либо заниматься наукой либо заниматься бизнесом работой я пошел по второму пути не знаю жалею нет в жизни вот очень бывало так что в начале у меня какое то время политех чтобы получать давно давно в 90-е годы чтобы в политехе получать большую зарплату приходилось ее получать наверно уже шутку это вам озвучивал я ее получал раз в полгода чтобы хоть как-то порадоваться ей ну и вот в 90-е во время кризиса были жуткие задержки зарплаты и прочее и ну и в основные деньги приходили от работы коммерческой компании какие то времена ситуация менялась то есть когда то вот где то в десятое в одиннадцатые годы когда свою компанию организовывал там была обратная ситуация то есть денег от бизнеса было немного а в политехе вот как то пошли хорошо платить там за изданные статьи доплачивали еще какие то доплаты были так что вполне прилично получал вот поэтому вот так так балансирую между работой в коммерческой коммерческой сфере и высшем образовании но из-за этого соответственно чтобы во что-то углубиться вот времени не хватает разбрасываться тоже не совсем хороший вариант это интересно да это заводит это заставляет держать в тонусе но нет диссертации вот поэтому соответственно и в политехе там меньшая зарплата нету должности доцента и прочего там уже многие годы старшим преподавателем работаю можно было конечно я думаю все-таки в какой-то момент там на год на все забить и защитить диссертацию но мысль про этого еще не оставляет заведующий тоже все время втыки дает чтобы я скорее защищался так что может быть в конце концов допинаю себя мне не 20 лет а дед мне так не 20 лет что даже страшно сказать так 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 коллеги вы молчите вы мне скажите неинтересно давайте к функторам возвращаться какую-то реакцию так ладно итак понятно ли мы как из одного массива получили другой как как в программировании эта операция зовется да маппинг правильно молодцы но нет тут отображение с точки зрения математики вы правильно а функция зовется в программировании map ну-ка плюс они те кто функцию map или похожее название писал в жизни у нас вам даже по предмету было ну-ка давайте ставим плюсики кто знает что такое map кто его использовал один не до минусы да хорошо хорошо что минусы есть понятно а кстати а у нас же есть у нас по этому же лаба функции высших порядков там у нас именно map идет практически map функциях высших порядков поэтому обратите внимание на эту лабу и этот принцип маппирование он ну я не знаю сейчас на джава скрипте когда пишешь проги там сплошные мапы да не то чтобы массивы уже форычи как-то стрёмно использовать поэтому максимум мапов используем итак вот тут вот маппирование вот было массив 2 4 6 вот функтор отобразил 5 7 6 функция функтора который был это вот плюс 3 и я думаю понятно не буду по этому поводу дальше крутится пообежали да что в шахте не map разве вот две классические операции map и reduction не помню как как правильно reduction называется map это ну редукция да map это когда из трех элементов получили три элемента редукция когда из массива получили какой-то один элементом просуммировали элементы массива например сортировка это map а нахождение максимального элемента это редукция коллеги в лабе на эти функции высших порядков вот но кроме того что мы должны массивчик элементы подправить функтором функтор еще подправляет нашу операцию вот например у нас была операция плюс 2 вот это вот операцию в самом начале которую мы рассматривали да вот два элемента да вот элемент был элемент 7 из него получили элемент 9 да вот операция g или наоборот вот была операция какая-то и вот функтор он взял и эту операцию увеличение на 2 видите она стала вот операция увеличения на 2 к ней добавилась операция увеличения на 3 и вот так преобразовался до кучи еще и сам этот наш любимый наша операция то есть функторы преобразуют не только элементы но и сами операции вот ну и монада это моноид в категории эндофункторов осталось только сказать что эндофунктор это функтор который преобразует категорию в саму себя то есть как были например строки у нас так они строками и остались вот такой вот простой такое простое заключение ни о чем как я подозреваю сильно не говорящие необходимо эту этот момент разбирать ее на практике на конкретных задачках в хаскеле обычно используют монады уже забитые да там можно сделать свою монаду то есть некую операцию над объектами функцию над объектами то есть функтор и категорию функтор и категорию монада из этого состоит вот но часто используют встроенные встроенные монады и так первая встроенная монада которая используется в хаскеле это монада мэйби может быть она необходимость в ней возникает когда иногда получается какое-то значение а иногда может что-то не получится вот самый простой способ использования монады тут вот ничего не получается это нафиг ничего не получилось или же получается именно x вот вот программка мод точка хаскел вот мы эту программу сейчас запустим чтобы было видно вот напоминаю как программы запускаем используем интерпретатор хаскела гхци и указываем имя файла в котором написано функция функция оформляем в отдельных файлах подсылаем этот файл на вход интерпретатору вот этому он ее откомпилировал и дальше мы можем функции заданные программе вызывать ну или если вы пользуетесь какие-то какими-то онлайн средствами и дешками или еще чем-то там в одном окошке у вас будет там сверху написать программку саму функцию ниже эти функции вызывать в режиме интерпретации и так вот как она работает f от 0 возвращает ничего f там от 9 возвращает 9 где это может быть применимо например если мы хотим найти квадратный корень из какого-то числа не у всех чисел не у всех целых чисел есть целый квадратный корень да вот например корни из 3 не бывает вот я вот эту вот функцию вот трехом ничего не скажет нету корни из 3 а из 2 из 2 тоже нету а чё корни из 2 не бывает нет ну 2 бывает квадрат 2 в квадрате это 4 вот корень из 4 2 из 8 опять же не будет а из 9 найдет вот кстати такая нехитрая программка которая позволяет это сделать вот так не влезла чуть-чуть сейчас я ее уменьшу вот здесь на входе у нас целое число на выходе может целое может нет вот вот сделано рекурсивно через конструкцию в мы ее немножко с вами разбирали вот такая вот рекурсия создается там функция с qrt со штрихом вызывается это вот как мы с вами проходили вспомогательная функция то есть функцию нам надо как бы от одного аргумента чтобы рекурсивно посчитать то надо функцию на самом деле от трех аргументов вот и эта функция рекурсивно как раз вычисляет если совпали у нас числа вот так вот получаемые то результат выводим если перепрыгнул квадрат через заданное число то ничего не возвращаем вот считаю увеличивается на единичку там корень квадратный возводится ну грубо говоря в квадрат и сверяется с заданным числом такая не сильно хитрая программка ну вот как раз перепрыгнули через корень получили ничего не перепрыгнули вернули именно вот так ну тут я еще немножко по извращался и сделал на базе этой функции функцию или не я мне кажется мой почек корень корень четвертой степени из ну через введенную выше функцию если корень из х вернул ничего то ничего возвращаем если же вернул у да вот это вот меня смущало видите что может смутить что возвращает мне например не двойку вернула а вернула какую-то джаз двойку да вот тут видно вот вернула джаз тройку что с ней делать ну вот джаз тройку можно так извините мама звонит сейчас я и скажу что занят и перезвонил за минутку алло да я перезвонил вот тут вот как раз можно посмотреть не только числа да тут обычный кейс как и во всех языках программирования в хаскеле а смотреть там если джаз тройка то брать корень из этой джаз тройки да вот ну вернее тройка то не получится нам надо из джаз девятки брать корень да если корень четвертой степени вот мы смотрим если корень из и четвертой вот трассировочку сделаем да как работает или все понятно коллеги делаем трассиру сделать трассировочку да да давайте сделаем трассировочку я тут 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 же тут же в текстовом редакторе нарисую как это будет выглядеть и так мы вызвали функцию корень четвертой степени от восьмидесяти одного равно смотрим что вернуло так просто не получится трассировочку сделать да смотрим что вернуло с корт от восьмидесяти одного так давайте проверим что возвращает с корт от восьмидесяти одного она она нам вернет понятно вернет девятку вот дальше смотрим если с корт вернула ничего вернее не девятку она вернет а смотрим что она вернет она вернет just девятку вернет just девятку вот смотрим что вернулась корт от x ничего вернула нет вернула just чё то там да вернула just девятку вызываем с корт от девятки и дальше включается уже ранее определенная нами функция она нам вернет что она нам вернет кстати а мы уже делали это я спрашиваю уже тут видно что она вернет just 3 вот ну кстати видите да как можно от джаста взять число видите то есть то что нам функция вернула just и какое-то значение это не говорит о том что будет вот только так вот с таким префиксом использовать вот дальше нормально мы игры как int передаем отцепив его этого префикса just вот так используются монада мэйби в хаскеле вот сильнее погружаться в них не буду если заинтересовал момент если вообще зачем нужны монады вот пошли вы формализовывать задачу почувствовали пошла у вас по задаче монада сделайте свою монаду определите ее и через нее решайте это позволит вам избежать лишних ошибок до научный подход позволяет стопудово правильно сделать задачу ну если она правильно формализована до формализация она как мы с вами уже обсуждали неформально но после формализации когда у вас есть мат модель если в мат модели есть монада то полный вперед скорее всего на хаскеле надо делать раз в нем этот механизм наиболее широко используется ну по моему и в других языках эти монады можно делать там джаве по моему есть что-то подобное вот еще какие монады бывают в хаскеле забитые широко используется монада и монада на для работы с вводом выводом через монады сделан вот вывод монада лист с ней вот я не сталкивался я написал что вычисление с казни с какими результатами с ней никогда не работал вот ну и пользовательские монады я вот все пытаюсь придумать для чего она мне может понадобится теорию категорий аппарата категориальный аппарат вот этот вот то что вначале рассказывали теорию групп я использовал я использовал когда делал прототип большой сложной системы по управлению порталами сайтов использовал для того чтобы отладить основные операции выявить какие операции необходимо реализовать то есть составил на хаскеле модельку системы определил что у меня там группы кто у меня единиц у меня был прикиньте меня был единичный сайт вот такое определение было и как выяснилось потом оказалось что хорошо что мы сделали вот именно такой единичный сайт ну то есть грубо говоря шаблонный сайт пустой сайт который можно там чем-то наполнить вот операции на царе на всяческие были вот то есть категориальный аппарат эту теорию групп использовал но вот монады по жизни не понадобились поэтому сильно в этот вопрос дальше углубляться не буду вот так оперативненько следующий раз видимо раз уж уже два раз вам обещал рассказать как делается метод резолюции со списками поговорим об этом вопросы да еще раз нету вопросов но тема да да конечно лабораторно издавать выкладывайте на диск мы там где-то вам с вами же облачное хранилище сделали я буду их там проверять выставлять оценки если есть вопросы то звоните мне лучше по телефону я завел конечно ну и на всякий случай в дискорде завел голосовые чатики по всем предметам мы можем можете туда обращаться туда писать но мой телефон есть у всех поэтому звоните пообщаемся ну чё-то проверял что-то не проверял сейчас не в лед не скажу а какие-то что-то смущает что-то боитесь что сложности какие-то с какими-то работами вот коллеги практика показывает что вот кроме того что я на телефон отвечаю я еще в контакте отвечаю поэтому какой-то вопросик есть кидайте листинг туда задавайте вопрос спрашивайте там правильно неправильно если есть сомнения если боитесь что я гляну отчет там поставлю какую-нибудь оценку вам неприятно отдельно вот прямо вот отдельно списками зайдемся следующий раз все я запомнил все забью этот вопрос в начале недели в день вторник например 8 также сделаем так кстати мне 8 часов почему 8 часов собираю потому что на меня уже на работе отстают в это время перестают звонить и если вспомните лекции в дневное время у меня постоянно телефон перезвонит а тут вроде вот только мама позвонила поэтому с 8 часов но я могу под вас подстроиться до себе 1 не ждут нормально вам 8 часов ну ладно хорошо ну ладно хорошо все тогда спасибо вам большое за внимание уделяйте уделяйте максимум внимания математике потому что остальным прогоним технологиям и прочим вы наедитесь наделайтесь за жизнь просто сейчас пока есть возможность получиться позаниматься математическими вопросами постарайтесь там я знаю какая у вас задача там на курсовой еще на какой-то стоит напишите ее с помощью математических формул сначала там множество счетом чего-то еще чего-то у нас с вами только предикаты будут да вот напишите ее задачу формализуйте переведите на язык программирования какое-нибудь попроще там си си плюс плюс еще что-то и посмотрите как клево как круто получилось и без ошибок вот ну все давайте счастливо до встречи пишите звоните до свидания до свидания